Глава ведомства Денис Мантуров провел селекторное совещание. Участие в нем принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Концепция морского сообщения включает в себя не только пассажирские перевозки внутри региона, например, рассматривают маршруты Сочи-Туапсе, Геленджик-Новороссийск, но и между Кубанью и Крымом. Для нас принципиально важно, чтобы курортами были не только отдельно Сочи, Туапсе, Геленджик, Монапа, а курорт там был весь Краснодарский край. То есть вот такой, как бы сделать морской серпантин, где начнется движение отдыхающих, которые будут путешествовать по всему Черноморскому побережью. Вопрос только в том, что вернут уже эту традицию, потому что сегодня сходу, конечно, мы не получим экономику. Но на следующий сезон, когда уже друг другу расскажут и поделятся тем, что, допустим, что-то я видел в Анапе, что-то я видел в Геленджике, что-то я видел в Ялте, и все это за один промежуток отдыха, то я думаю, что, понятно, может быть, через год, через два, но это станет уже привычным. Морские пассажирские перевозки, по мнению губернатора Краснодарского края, должны повысить туристическую привлекательность региона. Для полноценного развития проект предусматривает субсидирование водных маршрутов. Государственная поддержка должна быть и при воздушном сообщении, если речь идет о путешествиях между соседними субъектами, считает Вениамин Кондратьев. Также развитие региональных авиаперевозок зависит и от количества аэропортов. Глава Кубани попросил помочь правительство с переводом военных аэропортов в Ейске и Армавире под совместное базирование с гражданской авиацией. Наличие аэропорта гражданского базирования – это другой совсем уже уровень и статус города, любого города. А, конечно, если приходит другой статус, значит, приходит другой бизнес, приходит другая экономика. Поэтому я, конечно, за развитие. Поэтому здесь просто нужно считать, да, и субсидировать. И здесь Краснодарский край готов к субсидированию. Но, естественно, надо понимать, кто партнеры, кто будет оператором и как это все будет делать. Перелёты внутри Кубани востребованы. Некогда экспериментальный маршрут Краснодар-Сочи сейчас загружен практически каждый день. С начала года в этом направлении самолёты перевезли 35,5 тысяч человек.